Нарковойны В Мексике уничтожена крупнейшая плантация марихуаны. Мексика – страна, где производится около трети всей нелегальной наркопродукции. Нашего южного соседа по праву считают главным поставщиком героина в мире. Гуадаллахара, Мексика, 1984 год. Рафаэль Каро Кинтеро, наркобарон, гуадаллахарский картель. Рафаэль Каро Кинтеро, наркобарон, гуадаллахарский картель. Это наша самая крупная сделка. 10 миллионов долларов мы собираемся вложить в строительство торгового центра. Его строит мой брат Денис. Пять из них мы планируем получить от вашего картеля. Плюс 20 миллионов золота. Как вы нас достали. Поехали. 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 Хорошо, хорошо. Отлично. Поехали. Поехали. В фильме снимались Стивен Бауэр Элизабет Пенни Мигель Феррер Бенисио Дель Торо Гай Бойт Тони Плана Томас Миллиан Раймонд Джей Барри Эверет МакГил Эдди Велес и другие А также Трид Уильямс И Крейг Нельсон Обещаю, сегодня мы не будем брать заложников Вырубите-ка музыку погромче Композиторы Чарльз Бернстайн Чарльз Калелло Эл Купер Уоррен Зеван Оператор Санди Сисал Продюсер Бранко Лустик Авторы сценария Кристофер Канаан и Майкл Мак По мотивам документальной повести Элона Шеннона Отчаявшиеся Режиссер Брайан Гибсон Энрике Кики Камарена Агент управления по борьбе с наркотиками УБН Есть особая группа агентов УБН Работающих за пределами Соединенных Штатов Они ведут борьбу против поручающих Миллиардными капиталами Производителей и поставщиков Смертоносного зелия в своих странах Эти невидимые герои действуют На улицах Гвадалахара, Бангкока, Гонконга Вне территории Соединенных Штатов Они обличены законной властью Они не могут никого арестовать Не имеют права снимать показания Допрашивать свидетелей Некоторым из них наносят увечья Некоторые погибают Тем не менее, они действуют Их опасная работа приносит свои плоды Мой муж Кики Камарена Один из этих людей Номера шифров в секретном файле До них им не добраться Отлично Еще, когда едешь на машине с пушкой Прячь ее под сиденье За тобой может быть хвост Полицейские периодически устраивают досмотр и ищут оружие Они называют это Операция стабилизации Этот отель здесь 200 номеров Видишь, какая махина? Да, понял Сокольный этаж Их верховная ставка Своя транспортная диспетчерская Современнейшая система спутниковой связи Собственный радиоканал для переговоров Любое силовое ведомство позавидует Смотри Видишь эти шрибы? Да Местные полицейские Парни в голубом Большинство из них практически всегда под градусом Очень часто с потрохами куплены наркодельцами Добро пожаловать в наш тихий городок Варгас, Амиго Рад тебя видеть Нет, Кики Я почти ничего не имею от людей, Каро Антонио Варгас, прокурор У меня семья Мне надо на что-то жить Я знаю, знаю Значит, у тебя ничего нет для нас Но почему же? Кое-что даже очень интересное Взгляни-ка Этот старик Его зовут Нориус Давно он помогает Думаю, может быть, очень полезен Здравствуйте Я точно знаю Мой брат Инан всегда ходил за товаром К Каро Кинтеро на юг А четыре месяца назад он отправился на север, в пустыню Пустыня? Вы уверены? О, да Брат видел, как пустыня зазеленела Вот что он мне прислал Посмотрите Марихуана? Видите? Только листья Это особый сорт Размножается листьями Семена не нужны Возможно Калея в пустыне растет марихуана Но там под ней пласт грунтовых вод Чтобы эта отрава хорошо себя чувствовала И зеленела, нужна вода Мой брат говорил, что они качают воду из-под земли Простите, наверное, не надо было вам этого говорить Но Это чушь Выкачать из-под земли такое количество воды Это невозможно Возможно У них там много всяких машин Ученые качают воду почти из центра земли Где это находится? Скорее всего, мой брат этого точно не знал А где сейчас ваш брат, вы знаете? Нет Уже месяц от него никаких известий Но если он жив, я его найду Это страшные люди, сеньор Я знаю Значит, у них там целое высокотехнологичное хозяйство Поворащивания марихуаны Ничего, Харли Недолго им осталось Я разыщу их И возьму за горло Мы накроем эту фабрику смерти Со всей их техникой И выведем ее хозяев На чистую воду Это будет нелегко Джентльмены, прошу великодушно простить за опоздание Что ж Начнем Наша цена 14 долларов за фонд 10 Я что, похож на человека, который занимается благотворительностью? Поверьте мне 10 долларов за фонд Цена, на которую согласятся очень многие ребята Которые мечтают уйти на покой И обосноваться на собственной вилле С пухлым счетом В люксембургском банке Как по-вашему, насколько это тянет? Значки управления безопасности? Красивые Только Этого недостаточно Нам нужны гарантии Что никто не разорит наши плантации Что нас не возьмут за жабры ребята из Мехико Что нам не будет уделять слишком большого внимания телевидение Нам нужна защита И покровительство Ну что, во имя нашей будущей дружбы и сотрудничества с Мехико По 10 баксов за фунт? 12 11 Мехико это вам не Гвадлахара Мехико пирамида, где один стоит на плечах у другого Когда нижнему дают кусок хлеба, он должен поделиться с тем, что наверху И так далее По 11 Не пойдет 12 Не больше Да, или идите к дьяволу 12 Мне надо позвонить Да Да Ладно, хорошо Только как можно быстрее Вот По рукам Что это? Не видите? Это деньги Сразу вся сумма? Мы же договорились 12 баксов за фунт В картонных коробках? Однорваное 2000 тонн товара по 12 долларов за фунт Это будет 100 коробок Как мы это повезем? Кто обеспечит охрану? Наймите самолет Почему я должен об этом переживать? Сегодня у меня был трудный день А когда у тебя были легкие дни? Дио Папа На работу? Да А когда у тебя выходной? Сходим куда-нибудь? Пойдем? Через пару дней И мы пойдем гулять? Конечно Уйдем далеко-далеко А теперь спи Увидимся утром Потерпи Скоро мы больше Не будем расставаться Тебе пора Кики очень хотелось быть Как все нормальные отцы Проводить свободное время С детьми Заниматься с ними Ходить Гулять Будь осторожен Я всегда осторожен С детьми ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она, вот она, эскури. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да уж, все самые пикантные голливудские новости вместе взяты и достойны меньшего удивления, чем то, что сейчас происходит на наших глазах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я помню, я помню, я помню, я помню, я помню, я помню, как мне было страшно, я помню, как мне было страшно, когда обстреляли машину с Тивеном, но Кики сказал, мы не можем позорно бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Энрико Камарина отправился в Мексику, чтобы бороться с наркоторговой, и погиб на боевом посту. Сегодня Кики Камарина вернулся в Соединенные Штаты. Его встречали со всеми военными почестями. Завтра в Калехико состоится церемония прощения. Франк Бурхольцер, NBC, Калехико, Калифорния. Франк Бурхольцер, NBC, Калехико, Бурхольцер, NBC, Купила. Пепел разлетится во все стороны? Да, мэм. Он очень любил две страны. Теперь он свободен, как ветер. Субтитры создавал DimaTorzok Пункт шестой. При обнаружении тела находились не в земле, однако были покрыты слоем грязи толщиной в несколько сантиметров. Следы из зубов животных и укусов насекомых отсутствуют. Следовательно, они были перенесены из места глубокого захоронения в ту точку, где и были найдены. Пункт седьмой. При анализе проб грунта взятого с тела было установлено, что это черный вулканический пепел, встречающийся исключительно в Примавэропарке в окрестностях Гвадалахары. Тела же были обнаружены на красной глине, несовместимой с черным пеплом. Вывод. Первоначально тела были похоронены в Примавэропарке, после чего извлечены и доставлены на территорию Ранчо Браво. Пункт восьмой. У первого тела, позднее идентифицированного как тело агента Комарены, обнаружены множественные переломы основания черепа, челюсти и ребер, перелом правой руки и многочисленные повреждения внутренних органов. Множественные переломы. Вывих челюсти и порванной связки на запястье у второго тела позволяет предположить, что человек был захоронен зажим. Пункт девятый. Мексиканские власти идентифицировали останки как принадлежащие Комарене и завали, невзирая на то, что тела были в такой стадии разложения, что для получения утвердительного ответа потребовалась судебно-медицинская экспертиза, идентифицировавшая тела на основании записей в карточке дантиста. Вывод, кто-то из представителей мексиканских властей, точно знающий, кому принадлежат тела, действовал в сговоре с преступниками при извлечении и перевозке тел. Свет, пожалуйста. Мы должны были обнаружить кики из валов в саду. По всей вероятности, тел не оказалось там по очень банальной причине. Те, кому надлежало доставить их из прямого аэропарка, просто опоздали. Скорее всего, они увидели толпу народа, испугались, кинули тела на обочине и удрали. А целая семья была уничтожена, чтобы свалить на нее всю вину. Дело закрыто, зловредная пресса успокоилась. Будь они поумнее не стали бы наводить нас на тело кики, нет, тело и факт преступления не доказуем. Но раз уж тело есть, налицо убийство представителя официальных властей США. По закону это лицо неприкосновенное. Его убийство есть стихчайшее преступление. Преступнику будет вынесено обвинение, его разыщут и арестуют, в какой бы точке земного шара он не находился, и предадут суду. Я обращусь с просьбой к большому жюри предъявить обвинение в убийстве Камареной. Рэй Карсон, следователь, представитель большого жюри, он проведет расследование по факту преднамеренного убийства. Моя первоочередная задача – собрать как можно больше доказательств. И еще я не должен зависеть от мексиканских властей. Группа Харли будет продолжать действовать совместно с мексиканскими коллегами. Это может дать свои плоды. Считаю, что без помощи таких людей, как команданта Ларентина Вентура, это бессмысленно. Его участие я гарантирую. После того, что произошло на Ранчо Браво, Мехико не посмеет отказать. Что ж, замечательно. Кажется, у нас наконец-то наметился план совместных действий. Дай-то бог. В чем дело, черт возьми? Сеньор Павон Рейс, вы арестованы по обвинению в коррупции. Я команданте. И требую, чтобы мне разрешили позвонить своему начальству в Мехико. Я уже говорил с вашим начальством. Оно сказало, надо же. Павон нас очень огорчил. Увести. Роскошная вилла. Тринадцать комнат. Информация от одной дамочки, что была с ним там, в окрасностях Гуадалахара. Думаю, стоит проверить. Да, вы правы. Каро Кентеро может быть там. Послушайте, один раз он вас уже опозорил. Сколько времени потребуется, чтобы получить ордер? Кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-кентеро-к Мы готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тони, как дела? Тони, приём. Что происходит? Имя? Хуан. Хосе. Хуан. Хосе. Свойное созвездие оригинал. Слушаю. Харли, я не знаю, взяли мы его или нет. Чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тони! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назовите себя. Марко Антонио Риос Валенсуэла. Попробуем ещё раз. Как вас зовут? Марко Антонио Риос Валенсуэла. Это он? Не знаю. У меня всего два снимка жуткого качества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марьянна. Что это? Не волнуйся. Всё в порядке. Скажи нам, кто это, и можешь идти домой. Я обещаю. Честное слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обещаю. Кару. Кинтеро. Дан? Шу. Девуха. 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 Харли. Срочно сюда. Я тут сижу лицом к лицу с одним сукиным сыном, который утверждает, что его зовут Рафаэль. Кару. Кинтеро. Есть. Ура. Девуха. Я их всех кормил. Федералов, полицейских, ФУП. Каждый тянул лапу. Никто не отказывался от денежек к кару. Вы платили полиции в Гуадалахаре? Федералам полиции ФУП. Конкретно. Кому из сотрудников полиции выдавали деньги? Список я забыл дома. Спросите его про ФУП. Мистер Стайнманс, позвольте мне решить, что важно, а что нет. Вы даже не записываете его ответов. Ну и что? Ну и что? Сеньор Каро, продолжайте. Там было много народу. Кики вы убили в этом доме, а Каро? Сколько человек? Может, 50, а может, 100. Кто был в доме? Назовите их имена. Разные люди. Мистер Ривас, мистер Стайнманс. У нас есть разрешение на участие в допросе от Фуэнкина Вентура. Вам ясно? Допрос ведет в Генеральная прокуратура, а не командант Авентура и не полиция. Ну, Каро. Ну же. Кто были эти люди? Я спал. Потом проснулся. Вышел из комнаты. Ну что? Теперь, когда наши друзья пришли нас защитить, давайте немного повеселимся. А то здесь больно тихо. Кто там был, Каро? Люди из ФУП, армейские офицеры? Что скажешь насчет оружия с клеймом ФУП, который обнаружили в Лакинто? А откуда взялось удостоверение сотрудника ФУП с твоей фотографией, подписанной неким генералом Руисом Веласкесом? Хватит охрана. Выведите этих людей. Они мешают ходу следствия. Какого следствия? Мы просто хотели выяснить, кто был в доме. Этот человек начал давать показания, а вы его сбиваете. Я тоже хочу слышать все, что он говорит. Этого вам не дозволяется. Дайте мне задать вопрос. Я должен знать правду. Каро. 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 У меня такое чувство, что дело сдвинулось с мертвой тачки. Каро, Кентеро и Фонсека похитили Кики и Комарену, но, думаю, не они его убили. Тут задействованы другие силы. Совсем другие. Какие? Какие угодно. Возможно, что армия, федеральное управление безопасности. Уверяю вас, без ФУП здесь не обошлось. Это же настоящая машина для получения информации. У них есть все, что требуется для того, чтобы заставить человека говорить. На допросе Каро показал, что в его доме находилось от 50 до 100 человек. Они похитили Кики, вытрясли из него все, что им было нужно, а потом убили его. Тот, кто явно причастен к убийству, был обнаружен нами на втором этаже. Мы получили информацию от Павона Райса, точнее, от кого-то из его людей. Не сомневаюсь, что Павон с самого начала прекрасно знал, что Кики мертв и закопан в Примавера парке. Я твердо знаю одно. Вся операция была так тщательно продумана и осуществлена очень профессионально. Кто-то выслеживал Кики. Кто-то похищал. Кто-то допрашивал. Убивали тоже профессионалы. И стоял за этим. Также крупный знаток своего дела. Вопрос, кто он и как его найти. Кто же эти люди? Мы отдадим им Каро Кентеро и Эрнесто Фонсеку. Отработанный материал. Нам они больше не нужны. Кроме того, мы отдадим Сигуну и еще нескольких бойцов. Ими найдены несколько удостоверений ФУП с вашей подписью, генерал. Все остальные подозрения носят чисто теоретический характер. Каро Кентеро и Фонсека навсегда останутся в Мексике. Ни один из крупных наркоторговцев никогда не будет передан в руки американцев. Каро и Фонсека могут покинуть тюрьму Реклусарио дель Норте только одним способом. В гробу. Армандо Ривера начальник управления по борьбе с наркотиками Мексики. Потери составили 15 младших чинов из местных полицейских, раскуфыренный павлин, павон рейс и пара бандитас из местных крестьян. Все очень легко восполнены. Итак, правительство Мексиканской Республики приняло решение о прекращении дела о гибели Камарыны. Сотрудничество с Соединенными Штатами по этому делу завершено. Все вещественные доказательства подлежат уничтожению. Дело закрыто. Что ж, в целом мы очень неплохо поработали. Расскажите своим читателям, что все эти люди, которых вы здесь видите, мои друзья. И еще, что у меня есть две слабости. Женщины и золото. Я обожаю всех женщин, потому что меня родила женщина. И еще я очень люблю помогать белым. Ведь мое детство прошло в бедности. Но сейчас я отдыхаю. Моя жизнь. Мне трудно об этом вспоминать. Я так много страдал. Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Мексике. Нет, Джордж, я не критикую местные власти. Меня интересует, как ты умудряешься с ними лагить. Лично я не могу выпросить у них ни образцов волос, ни отпечатков пальцев, ничего. Даже по Каракентерре и Фонсеке. Леш, не говорю про Лопеса, Расена и остальных. Они не понимают, почему их должно судить большое жюри Соединенных Штатов. А ты не объяснил им, что в соответствии с законом Соединенных Штатов убийство представителей американских властей считается актом терроризма, и что мы имеем право задерживать виновных в этом преступлении и их сообщников в любой точке земного шара. Или они именно этого и боятся. Теперь я понимаю, почему такой тактичный парень, как ты, не может поладить с властями. Мне плевать, что ты думаешь о моей тактичности. Я здесь не с дипломатической миссией. Я здесь для того, чтобы собрать обвинения против наших друзей Кара и Фонсеки. У нас есть только одежда Кики и образцы ткани, в которые было завернуто тело. Повторю громко и отчетливо. Они отказали. Они сказали нет. Они послали меня к черту. Как понял? Понял. Прекрасно понял. Харли, немного еды? Пеки ли не помешает? Я не хочу есть. Пеки ли не помешаетесь? Диа. Харли. Давай уедем отсюда. Конечно, дорогая. Мы скоро уедем. Нет, сейчас. Тан, пойми, сейчас я не могу уехать. Никто не знает это место лучше, чем я. Знаешь, в чем дело? Наши ребята никогда не найдут, кто убил Кики. Местные чиновники замотают их. Запутают в бюрократических уловках. Утопят своей аморфности. Но со мной это не пройдет. Только не со мной. Кики не вернуть. Это правда. Но дело не только в Кике. Дело в тех жирных котах, что разбогатели, а потом отошли от дела, осили где-нибудь в Мирабелле с 20-миллионным счетом в Люксембургском банке. Вот в чем дело. А барыши они нажили тем, что продавали на север ужасные зелья. Продавали детям, ты понимаешь? Детям. Там это химическая война, развязанная против нашего народа. Жестокая, опустошительная война. И те, кто развязал ее, готовы смести все на своем пути. Ты понимаешь, о чем я? Понимаешь? О, Боже, я видел его кровь. Это просто невероятно. Стенограммы, причем не рукописные. И что это значит? Это стенограмма с магнитной лентой. Они записали на пленку допрос Кики, как они его пытали. И если они попали к нам в руке, это что-то значит? Вероятно, ты получил их от тех парней, которых нанял, чтобы пасти поменьших агентов КГБ. То же ведомство, на которое работает Армандо Риберер, Федеральное управление безопасности. Выходит, это их рук дело? Не обязательно. Но это точно означает, что у их боссов в правительстве есть оригиналы. Вот откуда они у нас взялись. интересная мысль. Твоё начальство пытается выяснить, откуда утечка. Зачем ты это сделал? У нас в конторе все ребята восхищаются вами. Чтобы достать вам это, было задействовано много людей. Понимаешь, у Бэн готова всё перевернуть ради одного агента. это здорово. Удачи тебе, Карсон. Господин генеральный прокурор, нам стало известно, что вы располагаете плёнками с записью допросов Камарены, когда он был захвачен людьми Кентеро. Нам бы хотелось их получить. Мистер Лоун, мы собрались здесь, чтобы обсудить вопросы с стенограммой допроса Камарены. и она нам необходима. Господа, первый вопрос сегодняшней повестки дня запчасти для вертолётов. Плёнки с записью допросов Камарены с САЭД. Соединённые Штаты планируют заменить вертолёты, поставляемые в рамках программы по искоренению наркотиков или увеличить объёмы поставок запчастей. Плёнки допросов Камарены плёнки? Да, они существуют. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами. Господин генеральный прокурор, под словом «вы», мистер Лоун, имеет в виду правительство вашей страны. Плёнки существуют. Возможно, вы пока о них не знаете. Похоже, да. Кажется, после ареста Фонсеки были найдены... Были найдены плёнки. Да. У Фонсеки они были обнаружены, но есть одна проблема. Какая же? Как главный советник правительства по юридическим вопросам, я считаю, что содержание плёнки слишком эмоционально. Понимаете? Я оцениваю ваши откровения. Нам нужны плёнки. Господин Лоун, в настоящий момент плёнки находятся не в Мехико. Если плёнки не будут нам предоставлены, я созову пресс-конференцию. Они напишут все газеты и покажут все каналы мексиканского телевидения. Думаю, наша информация о коррупции в нынешней администрации особенно заинтересует столичную прессу. Вы нам угрожаете? Ни в коем случае. Я позволю вам ознакомиться с плёнками, а потом мы обсудим, как предоставить вам копии. Переходим к следующему вопросу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы собираемся пакуем вещи. Операция в Чихуахуа. Что вы об этом знаете? Мы... Сэр. 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 Я повторяю. Мы не имели никакого отношения к этой операции. Тогда что вы здесь делаете? Я вам уже сказал. Готовлюсь к отъезду. Мне не поручали никаких ответственных заданий. Сэр. Я всего-навсего сотрудник УБН в Гвадалахаре. Я не резидент и не спецагент. Я не руководитель. И не знаю так много, как по вашему мнению должен знать. Расскажите об операции в Чихуахуа. Её разрабатывали в штаб-квартире в Эмиральде, а не у нас. Простите за не очень вежливое обращение. Мы больше не будем вас бить. Но вы должны говорить. Хорошо? Сядьте удобней. И не надо так напрягаться. Хорошо, команданте. Я понял. Хорошо, команданте. Я понял. Ещё несколько вопросов. Не волнуйтесь. Очень скоро вы увидите жену и детей. Послушайте, я же рассказал вам про того из Каутэмока. За что? За что? Я не знаю. Расскажите, что вам известно о нашем друге Романе. О ком? Он понял, что ему конец. мистер Лоун? Да. Вы должны быть очень устали. Хочу пригласить вас в свой любимый ресторан всего в 25 километрах от города. Я не поеду с вами за 25 километров от города, мистер Диас. Впрочем, с вами я не пошёл бы и за 25 метров через улицу. Кто ввёл допрос? Я не знаю. Тогда скажи, кто ещё там был? Какие-то люди. Что они хотели? Выяснить, что Камарена о них знает. Поговорить с ним. Кто хотел выяснить, что он знает? Откуда я знаю? Я простой охранник. Откуда мне знать, кого вы ищете? И когда мне дадут пожрать? Когда мы закончим. Пусть хоть пирожок принесут. Тут же с голоду сдохнешь с твоими дурацкими вопросами. Заткнись. Что, козёл? Стараешься перед своими американскими дружками? Что стоит за зеркалом? Смотри, я ведь не век буду в тюрьме. Ещё одна угроза, я вырву твой поганый язык клещами. Понял? Кто ещё из торговцев был в доме, кроме Кентара и Фансаки? Я не знаю. Какой это человек? Что за человек? Его называли Роман. Он откуда-то с севера. Мне так кажется. Он Роман. Роман? Что за Роман? Не знаю. На плёнке тоже мелькало это имя? И что? Я с Эльчанго пошёл в спальню и увидел Комарену. Он был почти без сознания, глаза завязаны, что-то бормотал. Мамли. Что ещё он говорил? Что у него семья? Ещё. Человек, что вёл допрос, велел мне... Команданта? Да. А этот Луис, ничего. И что он тебе велел? Отвезти Комарену в грузовик? Голубой Додж-Дарт. Больше я его не видел. Он проговорился, что знает его. Спросите его ещё раз про команданта. Назови мне имя команданта. Он из полиции? Или команданта просто кличка? Может, из ФУП? ФСР? ФСР. Политическая полиция. Дальше. Не могу. Если я... А если нет? Кто? Мы должны знать имя. Эспино. Серхио Эспино Вердин. Я прав? Бывший командант Федеральной службы расследований Гвадалахары. Я прав? Ты прав. Расскажите, что вам известно, о нашем друге Рамоне. Команданта Эспино, пожалуйста, повторите эту фразу ещё раз. Мы больше не будем вас бить. Тебе что-нибудь удалось? Я пытался. Но людей Вентуры у нас забрали. И дали этого типа. Да он любитель. Беспомощный, как ребёнок. Дешёвенький мемнитофон, как у автоответчика. Представляете, что это будет за образец голоса? Как я его буду с чем-то сравнивать? Вы ставите нам палки в колёсо. Простите, мистер Карсон. Ладно, Лайс, всё в порядке. Ещё несколько минут, и я отпущу вас домой. Скажите, что вам известно о нашем друге Рамоне. Да, Рамоне. Расскажите нам о своём друге Рамоне. Пожалуйста, повторите ещё раз. Вы убили его. Вы убили его. Вы убили его. Ты убил его, сукин сын. Ты бил его. Пытал и мучил. А потом убил. Ублюдки. Он убил его, а вы его защищаете? Этот образец голоса ни к чёрту не годится. Вы его покрываете. Почему? Харли, хватит. Успокойся. Харли, хватит. Ну и чего ты добился? Кики этим не вернёшь. Рэй, я просто хочу быть уверен, что его гибель не была напрасна. Чтобы доказать это себе, надо раскрыть дело. Дело? Дело? Какое дело? У нас был Эспино Вердин. Они собираются его отпустить. Они покрывают его. У нас есть дело. И что мы можем? Что с тобой? В чём дело? Ладно. Ладно, они не отдадут нам Эспино Вердина. Он вёл допрос. Он задавал вопросы и слишком много знает. Идём другим путём. Ни черта мы не добьёмся. Да они же все продаются с потрохами. Все и каждый. Или ты не видишь? Мы ничего не сможем. В конце этого тоннеля нет света. Ты видишь какой-нибудь выход? Я не знаю, есть свет или нет. Это не моя профессия. Моя профессия — раскрывать преступления. И если я потеряю веру в то, что смогу его раскрыть, значит, я поверил, что гибель Кики была напрасной. А его смерть нас ко многому обязывает. Каждый из нас должен держать ответ перед его памятью. Я не дам тебе свернуть с пути. Одному мне не справиться. Мы вместе дойдём до финиша, даже если мне придётся тащить тебя на себе. Знаешь почему? Знаешь почему? Почему? Потому что ты заслужил право быть здесь, Харли. Ты заслужил его, понимаешь? Согласен? Да? Не стоит, чтобы они видели тебя таким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Как дела? Вы не Габриэль? Габриэль. Добрый день. Габриэль. Не знаю. Где найти Габриэля? Вы его знаете? Кто-нибудь знает человека по имени Габриэль? Вы знаете Габриэля? Вы не знаете Габриэля? И тут явился Архангел Габриэль. Габриэль. Вы друг Кики? Да. Кики рассказывал вам про меня? Не совсем. Я нашел ваше имя в его записной книжке. Габриэль чемпион. Кики был классным парнем. Часто повторял, что у меня доброе сердце. А рядом с именем ссылка, которую я не совсем понял. Может, вы мне поможете? Эр из Мексикали. Кики умел заботиться о своих людях. Помогите мне, потом я помогу вам. Ты ни черта не узнаешь. Я тебе ни слова не скажу. Понял? Почему ты пришел сюда и даже не спросил, как дела? Не предложил выпить? Нет. Ар из Мексикали. Никакого подхода к людям. Послушайте. Габриэль, я не хотел вас обидеть. Но у меня очень мало времени. Честное слово. Вы могли многому научиться у Кики. Эр из Мексикали. Это Рамон Ворона. Вы знаете Рамона? Нет. Всю свою жизнь я провожу в полутора метрах от ребят, которые могут вышибить мне мозги. Я невольно изучаю их. Смотрю в их глаза. Когда я был мешком у Рафа и Рамона, в их глаза я тоже смотрел. Это то же самое, что смотреть в глаза кукли. Смотришь и ничего там не видишь. Только стекло. Почему Кики так заинтересовался Рамоном Вороной? А вы не знаете? Нет. Рамон Ворона – главное связующее звено. Тробопровод. Между кем и кем? Мехико – политики. А он – связующая нить между теми ребятами, что обделывают свои делишки. Знаете почему? Почему? Потому что через него идут все деньги. Если хотите понять, как работает цепочка, проследите путь денег. Этим и занимался Кики. Возьмите этого парня за жабры. Это я навел на него Кики. Спасибо, Габриэль. Не надо. Мне не нужны твои деньги, приятель. Кики был моим другом. Я сделал это для него. Вы сделаете то, что обещал мне Комарена? Конечно. И грим-карту для моей подруги тоже? Естественно. Тогда с чего начнем? Пожалуй, с того, на чем остановился Кики. Портаго Диас? Думаю, да. И что за дело они обстряпали с Рамоном Вороной? Ньюпорт-Бич? Ньюпорт-Бич. Сделаем заказ? Конечно. Кстати, вы в курсе, что мы располагаем информацией, что Портаго Диас перевел в США более 100 миллионов долларов через человека по имени Рамон Вороной? Далее, я хочу переслать пленку с образцом голоса Эспино Вердина американским специалистам. Кроме того, прошу передать вещественные доказательства нашим судебным экспертам. Особенно меня интересуют места захоронения и вилла Лопе-де-Вега. Но, кстати, осетрина здесь просто замечательная. Госдепартамент на второй линии. Хорошо, Мэри, соединяйте. Здравствуй, Джек. Джек, мой звонок – знак очень доброго расположения к тебе. Ты же знаешь, как близко к сердцу принимает все, что связано с наркотиками наш президент. Кроме того, он о нас начал давить Мехико. Чтобы окончательно прояснить политический контекст моего звонка, обрисую тебе ситуацию. В настоящий момент величина мексиканских займов в американских банках составляет 25 миллиардов долларов. Представь себе, если Мехико в одностороннем порядке наложит мораторий на проценты по этим долгам. Знаешь, какие последствия это будет иметь? Ну, например, для страхового торгового банка Нью-Йорка на процентах они потеряют 3 миллиарда. Давление растет, Джек. Его значение уже измеряется в мегатоннах. И знаешь, что для этого потребовалось? Всего один звонок. Один телефонный звонок. Ясно, ну и что ты мне хотел рассказать? Правительство приняло решение сосредоточить усилия на борьбе с наркотиками внутри страны. Главными объектами теперь станут местные распространители и потребители. Боевые действия решено перенести на свою территорию и меньше внимания уделить заморским побережьям. Но ведь это значит лишить себя прекрасной возможности эффективно противостоять злу в самом его зародыше. Я уже сказал, этот звонок – знак расположения к тебе. Я изложил точку зрения президента. А когда он сам ее изложит? В шестичасовых новостях. Через полторы минуты. На канале НБС новости из Белого дома. Наркоторговля и коррупция – понятие неразделимое в любой стране. Наркодельцы подкупают полицейских, судей, судебных исполнителей. Мексика – не исключение. Многие мексиканцы убеждены, что основной проблемой является колоссальный спрос на наркотики со стороны Соединенных Штатов. Ведь если бы не было спроса, не было бы и предложения. Я очень рад, что президент Рейган осознал степень ответственности Соединенных Штатов в борьбе с потреблением наркотиков, уровень которого, к сожалению, продолжает расти. Сегодня в Белом доме состоялась встреча президента Рейгана с президентом Мексики Мигелем Деламадридом. Во время приватного бесед разногласия сохранялись. Президент Рейган продолжал вести жесткую линию по отношению к просоветскому режиму в Никарагуа. На это Деламадрид заявил, что политические неурядицы в Центральноамериканском регионе являются следствием экономической нестабильности. Достойные и благородные люди в обеих странах отдают все силы борьбе с производством и распространением смертоносной отравы. Битва продолжается. Мексиканский руководитель призвал американского коллегу с пониманием отнестись к тому, как трудно реформировать экономику, одновременно выплачивая огромный долг. Господин Рейган ответил, что США учтет этот факт при обсуждении вопроса о предоставлении новых займов. Господин президент, я поражен тем, каких успехов в вашей стране удалось достичь на пути превращения Мексики в страну с процветающей экономикой. Встреча лидеров двух государств продолжалось всего четыре часа. Кое-кто считает, что этого недостаточно, однако администрация США утверждает, что двусторонний диалог – процесс непрерывный. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Советник Портага Диас беспокоит. Мы не будем передавать пленку с образцом голоса Эспина Верди на вашей стороне, так как его адвокат добился отмены дальнейших следственных экспериментов. Никаких следственных экспериментов больше не будет. Мне очень жаль. Спокойной ночи. Мистер Лоун? Это Портага Диас. К сожалению, у меня для вас плохие новости. Помните, вы затребовали у генерального прокурора некоторые вещественные доказательства? Так вот, я выяснил. Похоже, мы их сожгли. Они все уничтожены. Что? Как вы могли уничтожить вещественные доказательства, пока следствие не закончено? Они начали гнить. Ладно, что сделано, то сделано. Похоже, наш птенчик опаздывает, сынок. Слушай, если моя информация о Вороне окажется негодной, ты мне за нее не заплатишь. Да уж. Похоже, наш птенчик. Муниципальная полиция «Халиспо». Машина незаконно зарегистрирована. Откройте багажник. Откройте багажник. Хранение автоматического оружия – серьезное преступление. Я сотрудник УБ. У меня есть дипломатический паспорт. Мы можем проехать в Муфис и все выяснить. Вы задержаны. У меня диппаспорт. С тобой случится то же самое, что и с Кикико Мореной. Мы включим тебя в розетку, приятель, и ты закончишь свою жизнь точно так же, как он. Когда ты видел его в последний раз? Мы подошли через пару минут, как и договаривались, но его уже не было. А машина была на месте. Думаю, Тони похитили. Опять? Звони. Опроси все силовые ведомства. Боб, давай в Кегельбан. Может, кто видел, как Тони оттуда уходил. Сообщи Джеку Лоу. Сэр, нет, больше такому не бывать. Да, сэр. Полицейские заставили их выйти из машины, открыть багажник, а потом увезли. Их увезли полицейские. Да. Синьор, я повторяю. Я не знаю, здесь он или нет. А если бы я знал, то ничего не смог бы сделать. Мы не уйдем. Выпусти Рива, немедленно. Не надо мной командовать. Какого Рива? Кто такой Рива? Иди сюда. Надо сказать пару слов. Мы не уйдем отсюда без своего друга, Тони и Рива. Сантос? Сантос! Немедленно приведи арестованного. Неважно. Быстро. Продолжение следует... Я не могу идти. Не могу. Сукин сын. Ты сукин сын. Сукин сын. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Лоун, пресс-секретарь департамента юстиции, рассказывая о случившемся, употребил выражение «плохое обращение». Вы согласны с такой оценкой? Плохое обращение? Спецагенты Энтони Риву хватают, связывают, завязывают глаза, избивают и пытают электрическим током. В голове не укладывается, что кто-то может назвать это «плохим обращением». Повлечет ли за собой происшедшие с агентом Ривой пересмотр стратегии УБН в Мексике? Без комментариев. Да, концепция новой стратегии в отношении Мексики практически одобрена. Готовь, Серый. Застало время снять перчатки. МИ? Забросы. Я на чачо. Паралос-морто. Вижу объект номер один. Выходит из машины. Я специально отшел толпу. Зачем лишние свидетели? Итак, друзья, сколько? Ой! Команданта? Понял, будь готов. Я у них на хвосте. Они движутся по направлению к вам. Они в полутора километрах от вас. Движутся в вашем направлении. Вы их наблюдаете? Они должны быть где-то там. Куда они подевались? А черт их знает. М MAYOR П03-az Storm дезинго唯. А в КИУ. М МАШИБО. МАШИБО. КОНЕЦ Добрый вечер, сэр. У вас есть документы, подтверждающие ваш иммиграционный статус? Нет. Это дает основание полагать, что вы находитесь на территории Соединенных Штатов нелегально. Я должен доставить вас в иммиграционную службу для выяснения. Вставай. Меня зовут Эйбл Рейноса, агент управления по борьбе с наркотиками. Мы находимся в номере одного из отелей Лос-Анджелеса. Сегодня 14 октября 1987 года. 17.30. Проверка записывающей аппаратуры. 5, 4, 3, 2, 1. Послушайте. За 25 тысяч, думаю, вы меня не подведете. Мы не хотим, чтобы он умер раньше, чем расколется. Все будет в порядке, Эйбл. Я узнал это по звездам. Я читал свой гороскоп на сегодня. Все будет так, как надо. Значит, сверились со звездами? А как местная полиция? Чтобы сломать его, потребуются определенные усилия. Как вы намерены это сделать? Для этого нам понадобится кое-какой инвентарь. Наручники, лампа, стул и пастуший кнут. Пастуший кнут? Конечно. Можно было использовать удлинитель под напряжением, но напряжение очень сильное. Вы же не хотите, чтобы у него раньше времени случился сердечный приступ? Ой, Виктор, один вопрос. Где гарантии, что на практике у вас все выйдет так же хорошо, как на словах? Помните Камарену? Камарену? Вы были там, когда пытали Камарену? Был. Они делали это очень методично. Сначала... Это вы только что были на пленке? Да, я. Назовите, пожалуйста, ваше имя и род занятий. Эйбл Рейноса. Специальный агент управления по борьбе с наркотиками. Видеозапись была сделана в Лос-Анджелесе, Калифорния. Скажите, второй человек, которого мы видели на пленке, находится в этом зале? Да, он здесь. Покажите нам его, пожалуйста. Затем столом. Мужчина в сером костюме, черной рубашке и галстуке в полоску. Виктор Лопес. В посмотренной нами записи, сделанной скрытой камерой, за кого принимал вас мистер Лопес? За крупного поставщика кокаина, который привез его из Мексики, чтобы он с пристрастием допросил предателей из моей команды. Как вы познакомились с господином Лопесом? Когда был убит специальный агент Энрике Камарена, Виктор Лопес был офицером полиции в городе Халиско. Нам стало известно, что он приехал в Лос-Анджелес, чтобы предложить свои услуги в качестве наемного убийцы. Я договорился о встрече. Я договорился о встрече. Помимо крови и волос, принадлежащих господину Камарене, были ли обнаружены на месте преступления волосы, принадлежащие кому-либо еще из находящихся в этом зале? Да, сэр, мы обнаружили волосы, которые были идентифицированы как принадлежащие господину Вороне. В ванной комнате вилы Лопе де Вега и в одной из спален, в которой содержался господин Камарена. Чем мне это грозит? Ничем. У них ничего против вас нет. Вы останавливались в доме, но вы понятия не имели, что там делается. Вы его не убивали. Волосы обнаружены в панализационной трубе и в пылесосе, при помощи которого убирали комнату. Благодарю вас. А вы сидите. Зато вы нет. Голова нет, а вот кожа посерила. Это еда и нехватка солнца. Наверное, я пойду в Рио. Вы там бывали? Нет, я поеду на Гавайи. Маури. Привет, парни. Ну что, волнуетесь? Конечно, волнусь. Этот парень знает все ходы и выходы. Если он победит, плохо нам придется. И что он сможет спасти? Обвинительный приговор. И не просто обвинитель. Даже если его обвинят в одиночном убийстве, это будет явно мало. Подумаешь, 15 лет. В правом досрочного освобождения через 8 лет. Этот тип молот, но он далеко не артится. Единственная возможность действительно обезвредить его, это добиться максимального наказания, длительного заключения в сырой и холодной тюрьме. Вроде Марио. Уважаемые господа присяжные, вы вынесли свой вердикт? Да, Ваша честь. Обвинение в торговле наркотиками, умышленном убийстве, похищении людей, создании нелегальных организаций, признать обвиняемого Рамона Ворону виновным. Желает ли защита что-нибудь сказать перед оглашением приговора? Да, Ваша честь. Прошу. Мы искренне убеждены, что вынесенный присяжный вердикт является ошибочным. Факты неопровержимы свидетельствуют, что в то время, когда потерпевшего пытали, ваш подзащитный находился в доме. Это бесспорно доказывается тем, что в доме обнаружены волосы обвиняемого, идентифицированные экспертами ФБ. К тому же фразу, сказанную обвиняемым одному из свидетелей, «Об этом мы позаботимся», суд не склонен считать пустым бахвальством. Мы хотим подчеркнуть, что господин Ворон прекрасный семьянин. И просим учесть это при вынесении приговора. Кики Камарена тоже был прекрасным семьянином. Господин судья, Ваша честь, вы хотите осудить безвинного человека? Это все, что я могу сказать. Видите ли, господин Ворон, это типично для соучастника считать, что если он не нанес смертельный удар, значит, он не виновен. Закон считает по-другому. А вы соучастник. На основании статьи 848 Федерального закона об уголовных преступлениях суд приговаривает Рамона Ворону к 240 годам тюремного заключения за сучастие в похищении и стезании их убийств агента УБН Энрике Камарена. Суд просит, чтобы освобожденный провел в тюрьме как минимум 60 лет без права на досрочное освобождение. Нет! Нет! Пресс-конференция в 10. Хорошо. Мика, у меня очень мало времени, но я решил, что обязательно должен сообщить тебе. Оглашил приговор. Много-много лет тюрьмы для Рамона Вороны. Помнишь, ты сказала, неужели от Кики останется только номер дела? И я обещал тебе. Дамы и господа, прошу внимания. Я начну пресс-конференцию, затем дам слово другим участникам, а потом я же ее закончу. Закажите себе что-нибудь поесть, наше общение займет достаточно долгое время. От Гвадалахары до Ла-Паса разнеслась весть, что ворона здорово влип. Это значит, что скоро всем станет ясно, что рано или поздно он сдаст всех. Сами понимаете, 60 лет в Марион это не шутка. У Ла-Паси видели Кочи Локо. Как вы думаете, где наиболее вероятно его ожидать? Харли, твое мнение? Скорее всего, в Мазатлане, там он владеет пятью курортными отелями, а уж потом в Куликане. Что касается денег, давайте сосредоточим наше внимание на крупных переводах. Главные объекты Портага Диас и генерал Руиз, банки Панамы и Каймановых островов. Они не рискнут воспользоваться услугами авиакомпаний или каналами, о которых было известно в Воронеже. Вы совершенно правы. Это наша главная задача. Пусть на это понадобится пять или десять лет. В УБН три тысячи сотрудников. Мы не успокоимся до тех пор, пока все лица, причастные к похищению и убийству Энрики Камарены, не предстанут перед судом. Неважно, кто они и сколько времени у нас на это уйдет. Мы не остановимся и доведем дело до конца. Дорогой Харли, очень нелегко получать правду маленькими порциями. Верю, что однажды узнаю все, как бы больно это ни было. Стать агентом УБН было для Кики велением его души. Выросший в нищете, в трущобах, к аллехику, он лучше, чем кто-либо другой, знал, что творится вокруг. Он видел, как измученные нищетой люди начинали принимать наркотики, как отчаяние толкало их на воровство. Он не понаслышке знал про полицейских, берущих взятки, политиков, расточающих пустые обещания, судей, отправляющих за решетку бедных детей. Но Кики верил, что даже один человек способен многое изменить. И он был этим человеком. Его называли петухом. Черным боевым петухом. Прощай, Кики Камарина. Спи спокойно. Твоим друзьям тебя очень не хватает. Но они просят... Просят деву Марию Гводолубскую, Чтобы когда-нибудь она простила твоих убийц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня так поется? Да, Харли. Милость девы Марии Гводолубской безгранична. Правда? А мы просто люди. И никогда не сможем простить. За тебя, Кики. За тебя. Фильм озвучен по заказу компании ЕА Синема. Фильм озвучен по заказу компании ЕА Tejasação. Субтитры создавал DimaTorzok